Ранним утром у Анапского военкомата было людно. Теперь мальчишкам придется каждый день вставать по утрам уже не на учебу, как раньше, а на службу в вооруженных силах России. Восемь призывников, их родители и подруги с полными слез глазами. Последний час они проведут вместе, а потом редкие встречи в военных частях. Чтобы ребят допустили служить, им необходимо быть полностью здоровыми. В военкомате им измерили температуру, убедились, что все здоровы. Потом проверили личные вещи, чтобы не было запрещенных предметов, и только тогда выдали военный билет с указанием сроков прибытия в часть. До того момента, как там появится штамп о демобилизации, остается целый год. Но этот год сделают из них настоящих мужчин. Все ребята в категории годности А, то есть все здоровы, все идут с желанием служить. Эти восемь человек у нас идут в водосудесантные войска, может быть пехоту, и три человека в сухопутные войска. По словам руководителя военкомата, эти войска считаются элитными. Однако для некоторых ребят, куда именно их отправить служить, еще остается загадкой. Проводы прошли отлично, все было замечательно. Иду в армию с желанием, но есть как бы желание мне в армии служить. Сейчас вот куда пошлют теперь самое главное. Страшного для меня впереди я ничего не вижу, потому что уже старый опыт какой-то есть уже жизненный, позиция жизненная, тем более. Администрация города всегда уделяет большое внимание таким мероприятиям, поддерживает призывников. Напутственные слова будущим защитникам страны сказал заместитель главы курорта Сергей Козлов. Я считаю, что наши из выпуска призывники города-курорт Анапы достойность несут в службу вооруженных сил. И мы получаем самые замечательные отзывы от командиров частей, где они проходят службу. Участник войны в Афганистане Владимир Хаджаев также пожелал ребятам достойной службы в войсках. 260 ребят афганцев, которые прошли через гормила Афганской войны. Более тысячи через Чеченскую войну. Посмотрите на ветеранов Великой Отечественной войны. Город действительно воинская слава. Не теряйте эти традиции. Будьте достойны своих отцов, дедов, предков славного города Анапы. Возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Заместитель начальника управления по делам молодежи Владимир Тюльнюк подарил молодым людям от управления по делам молодежи конверты, ручки, чистые листы бумаги, чтобы они почаще писали письма домой, где их любят и ждут. Мы все его ждать будем. Мы его любим, ценим. Чтобы там он хорошо служил, чему-нибудь научился, там опыта набрался. Наш сын сам захотел идти служить. Главное, чтобы его мечты сбылись. Какие войска хотел, сам пришел, сам попросился. В завершение молодых людей благословил батюшка. И под звуки марша прощания славянки родные и близкие попрощались с новобранцами на целый год. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.